Дисекция околоносовых пазух анатомических структур. Этот проект мы начинали лет пять назад еще вместе с Дмитрием Николаевичем Капитановым и Георгием Александровичем Полевым. Тогда первая часть нашего руководства была посвящена диссекции базисной, то есть диссекции околоносовых пазух. Кроме того, эта часть включала руководство по диссекции медиальных отделов орбиты и клиновидно-небного отверстия. Если вы посмотрите на обложку этой книги, то на первый взгляд вы не найдете больших различий, но на самом деле различия эти существенные, потому что во второе издание мы добавили главы по расширенной диссекции, по диссекции смежных анатомических структур. К нам присоединился еще один автор, это Денис Александрович Гольбин, с которым мы выполняли показательные диссекции. На основании этого мы сформулировали четыре дополнительные главы по расширенной диссекции. Эти главы касаются анатомии в первую очередь крылонебной ямки, подвисочной ямки, где вы можете увидеть расположение и ход различных сосудов и нервов, которые расположены в этих анатомических областях. В первую очередь, ход и ветвление верхней челюстной артерии. Кроме того, добавлена глава по диссекции области турецкого седла, по диссекции параселлярной области, в том числе кавернозного синуса, хиазмы. А также добавлена глава по расширенной диссекции сегментов внутренней сонной артерии и других анатомических структур, включая Меккелеву полость и расположенные по соседству сосуды и нервы. Таким образом, изучив это руководство, вы будете хорошо представлять, какие анатомические структуры расположены по соседству с околоносовыми пазухами и вы будете чувствовать себя более уверенно, выполняя внутриносовые эндоскопические операции. Конечно же, вторая часть имеет меньшее практическое значение, поскольку это те области, куда хирург без надобности не должен вторгаться. И вы будете знать, как избежать осложнений, связанных с повреждением именно тех анатомических структур, которые представлены во второй части нашего руководства. И я с удовольствием приглашаю вас посещать и приезжать на наши диссекционные курсы, которые проводятся теперь регулярно в мае и в октябре на прекрасно профессионально подготовленных анатомических препаратах в анатомической лаборатории Средиземноморского университета в Турции. Хирург не должен учиться на людях. Хирург сначала должен хорошо изучить анатомию для того, чтобы избежать возможных осложнений и не навредить своему пациенту. Успехов вам в изучении ринохирургии и диссекции околонцовых пазух!